Иностранцы, которые не по своей воле возвращаются в родные края, приехали в республику на заработки. Все они мужчины средних лет. Никаких документов ни на проживание, ни на работу у них, естественно, не было. Перед отправкой на родину, в их случае недолгожданной, нарушители провели несколько недель в спецприемнике. Кстати, условия содержания здесь почти как в санатории. За счет государства нелегалы получают улучшенное питание. При необходимости им оказывается медицинская помощь. В определенное время разрешены сотовые телефоны. В таких условиях содержатся здесь не только нелегальные жители Хакасии. Лица, которые были выявлены на республике Тыва, будут содержаться до принудительного выдворения именно на территории республики Хакасия в данном учреждении. Сейчас рассматривается вопрос о принудительном выдворении иностранных граждан, которые незаконно находились на территории юга Красноярского края. Уехать нарушители на родину могут сами в кратчайшие сроки, если есть возможность оплатить билет. А если задержанные были вообще без каких-либо документов, подтверждающих личность, то в изоляторе сидеть им придется не один месяц. Срок в отдельных случаях доходит и до двух лет. Хотя миграционная служба старается отправить нелегалов как можно быстрее. Но камеры пустуют редко. Сама за себя говорит статистика. За прошлый год, например, депортировано было 136 человек, а с начала 2016-го уже 13. И еще десятки ждут своей очереди во временном изоляторе. Путь нелегальным гостям из стран ближнего зарубежья предстоит долгий. Сначала их доставят в Красноярск, там они пройдут пункт таможенного контроля, а уже после отправятся на самолете, каждый на свою родину. Вернуться обратно в Россию они смогут только через пять лет, и то, если все же оформят документы. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.